Глава пятая Оскорбленная родителям ушла из жизни, и что ангелы обратили в бегство его воинов, Шива страшно разгневался. Вне себя от ярости, закусив губы, он вырвал из головы сверкнувшую молнией прядь волос и с хохотом безумца бросил ее озимь. В тот же миг из земли выросло черное чудище. Головою оно касалось неба, а пасть его изрыгало пламя, яркое, как три солнца. Клыки наводили ужас на саму смерть, а волосы на голове пылали огнем. В каждой из тысячи своих рук чудище держало грозное оружие. Жрецы, их жены и сам Дакша изумились, увидев, как небо над их головами вдруг заволокла тьма. Когда же они поняли, что причина этому огромное облако пыли, их охватило беспокойство. Они принялись гадать, откуда взялось это облако. Ветер не дует, коровам еще не время возвращаться с пастбищ. И едва ли оно поднято грабителями, ибо злодеям нет места на земле, где правят могучие и благочестивые бархи. «Кто же поднял эту пыль? Не наступает ли конец света?» Жена Дакши, про сути, и другие женщины в страхе запричитали. «Виной всему Дакша. Это он своим пренебрежением убил непорочную Сати. Она покончила с собой у него на глазах, а он даже не пытался остановить ее. И теперь нам грозит Божье наказание». Это зловещее облако поднял Шива, который во время крушения Вселенной пронзает трезубцем десять слонов, что подпирают стороны света. С разметавшимися волосами он пляшет и хохочет, и словно знаменем размахивает трезубцем с нанизанными на него жертвами. И тут черный исполин заслонил собою небосвод. Его оскаленные клыки навели ужас на обитателей Вселенной. Одним движением бровей он раскидал по небу светило, и они померкли. Даже Брахма, отец Дакши, не смог бы скрыться от его гнева. Царь небес Дакша тревожно озирался повсюду на земле и на небе. Он видел знаки, предвещающие беду. Слуги Шивы, увешанные оружием, сметали все на своем пути. Низкорослые, с темными и желтыми телами, похожие на морских чудовищ, они окружили жертвенный помост. Некоторые из воинов сметали колонны, которые поддерживали шатер, воздвигнутый над жертвенником. Другие ворвались во внутренние покои на женской половине. Третьи крушили алтарь. Остальные заполнили трапезную и жилые помещения. Незваные гости разбивали кувшины, в которых хранят масло для жертвенного огня, и раскидывали утварь. Они снесли ограждение алтаря и затушили жертвенный костер, помочившись на него. Одни преградили путь разбегающимся мудрецам, другие угрожали женщинам, а третьи брали в плен богов, которые выбирались из подрухнувшего шатра. Маниман взял в плен верховного жреца Бхригу, а черный Испалин пленил Дакшу. Другой слуга великого Шивы, Чандеша, схватил Пушу, Анандишвара, царя Бхагу. На жрецов и участников жертвенного таинства градом посыпались камни, причиняя им увечья. В страхе за жизнь они разбегались в разные стороны. Могучий Испалин вырвал усы Бхригу, лившему из ковша в огонь топленое масло. Так главный жрец лишился усов за то, что улыбался, когда проклинали господа Шиву. Следом он схватил почтенного царя Бхагу, который одобрительно двигал бровями, когда Дакша проклинал всеблагого, и, повалив на землю, выдрал ему глаза. Подобно Баладеве, выбившему зубы царю Дан-Тавакре, во время игры в кости на свадьбе Анирутхи, великан вышиб зубы Пуше, который довольно скалился, когда проклинали Шиву. Затем Испалин уселся на грудь Дакши и, что было силой, нанес удар мечом по горлу несчастному. К его удивлению, голова жертвы осталась на месте, а на коже не было даже царапины. Тогда палач прибегнул к колдовским заклинаниям, но и они не возымели действия, что привело демона в еще большее недоумение. И он отволок жертву на лобное место, где под ударом меча голова Дакши слетела с плеч, точно лист с засохшей ветки. Так устроитель жертвенного таинства сам стал главной его жертвою. Вид отрубленной головы привел воинство Шивы в дикий восторг. Бесы и духи ликовали над телом поверженного царя небес. И в их воплях тонули стинания жрецов, оплакивавших смерть своего предводителя. Черный великан швырнул голову Дакши в костер с южной стороны и этим подношением завершил священное таинство. Покончив с Дакшей, воины Шивы подожгли его дворец и отправились в обратный путь на гору Кайласа, в обитель Всеблагого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok